Идем дальше, значит, вот когда Иван Александрович будет учить вас, уже не вас, вас уже учить поздно, но сами должны уже учить других, вот, она уже не скажется, все выметайте, все это вредно, все вредно, потом все, 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 упадет листва, выгрести, лишить обреченный голод эти деревья, все, а еще, знаете, сколько взять будет, это первая груша падает, ну, неполноценная, вот, большую часть я не собираю, почему, деревья огромные, естественно, что, казалось бы, все пропало, ну, во-первых, для престижа, согласитесь, что, ну, давайте вспоминайте, у кого есть такое дерево, если я взялся учить людей, у меня все должно быть высший класс, высший, и вот получается, что, я могу собрать со стремянки, ну, там, пятую часть, остальные, а я не собираю, помните, оторвал, плодушка мертвая, вот, ну, что-то упадет, кушать можно, большинство разобьется, и их пользуют в какой-то степени на семечке, все остальное останется на месте, то есть, вот эти вот груши, здесь будет все красно, они будут лежать в прошлом слое, и останутся на всегда, вот, я, когда такие деревья бываешь, во-первых, я вот такую задачу не ставил, оно получилось само, вот, понимаете, смотрите, какие руки, вот так получилось, мне теперь только надо сообразить, а что я сделал не так, заметьте, вот есть такие формировки, дозаповский язык, а что я сделал не так, что вот это, имею в виду чудо, что я сделал не так, я не подходил секретарь, вот и все, посмотрим дальше, итак, здесь это, ладно, здесь, конечно, не такой огромный урожай, дерево поможет, но тоже будет все усыпано, все останется на всегда, придумывать работу, караул, если мы не уберем, то все же это самое, будет заражено глупость невероятная, вот, идем дальше, вот это вот, немножечко, можно немножечко селекции, потом все, вот такие темы, ой, я уже понял, что надо у меня, а, проверьте, манджурский еще, знаете, что скажу, взяли, а их хочется, мои соседи, в одном из кино есть это, эти соседи мои взяли, полное ведро набрали орехов, и оставили его под деревом до весны, ну, куда попало, туда не попало, этот, как он называется, снег, я не глядел, они показали весной, когда из этого, без земли, они не садили их в ведро, они насыпали ведро и оставили, когда пришло, ну, не лето, а еще, вторая половина весны, там торчали из них, вот такие вот, причем густо-густо, целый лес этих самых, побегов, вы видите, в самых диких условиях они умудряются, это, сходить, вот, десяткам орехов можно решить проблему какую, своим всем соседям, вспомним про их ценнейшее качество, захотите быть здоровыми, найдете возможность, как угодно, пусть и мало в мякоти, но вы сможете, и у нас много этих, придумал же человек, который поляно на торец, молотком бьет, по торцу уже ореха, и показывается разломанное, а там прилично мякоти, ну, достаточно, чтобы это, и ешь круглый год, и у меня это есть здоровье-то, где-то 5-10 раз полезнее, чем грецкий, ну, оно так и должно быть, зато он не дикий, так вот, зато не замерзает, поскольку я наговорил, вы думаете, что будет про детские дела, мне не захажут ни одного орешка, вот, но, я как тот петух, будет рассвет, не будет, я обязан кукорек, я обязан долозить то, чего завтра, может, Елена Александровна Савинич, то же самое будет рассказывать, может, с этими же фотографиями, может быть, также будут съемки проводиться в Нарвок, в Красноярске, в ее саду, в моем саду, еще, в Москву можно приехать, ради таких снимок, вот, теперь с немножко селекции, если вы осень привидитесь, что вы видите, вы видите сливу, вот, вы видите, что на нем было сделано 3 прививки, да, и вот случилось однажды чудо невиданное, вы ничего не увидите, вот, куда я показываю, практически не видно, вот, у меня несколько лет я ждал этого, смотрите, несколько лет, крупный план, видите, вот эту желтую, это и желтая пенгерка, потому что пенгерка может не сомневаться, вот она, да, видите, несколько лет назад, это было несколько плодиков, причем, как они были, я сделал прививку, это самое, желтые лучи, а само-то дерево из синих плодов, вот тут так получается, вроде, наверное, не увидим, ой, я собрал, вот тут все было в синих плодах, в этих самых, вот, и получилось так, что потом я ждал год-два, Сергей ждал, сейчас он уже не ждет, он теперь коронавщик, все, потеряла сторона, выдающийся садово на будущее, представляете, какой-нибудь это, где-нибудь в Мечулинском саду, или, например, в Ботанистском, Московском саду, а еще лучше на злобке мерезовке, которую вот-вот, а может уже его не сажают, бальдазеры, вот, все равно толку нет, вот там бы, посмотрите, как пригодился, и вот тогда мы еще три года назад, глядя на это чудо, мечтали, а ведь это же вегетативный гибрид, Чернобаев из синих моих венгерах сделал розовое, а я, прививая вот эту желтую на лучу, получил желтую, а теперь смотрите внимательно, я уже жалуюсь, Сергей, я бы даже не говорил об этом, он уже не знает, что она все-таки один плод есть, это очень важно, поверьте, это, ну, как бы сказать, ну, кто из вас художник, тот меня поймет, ближний план, видели, вот это чудо, которого никогда не может быть, я нашел, внимание, единственную веточку, вот она, это с этой же прививки, вот она, которую надо будет зимой отрезать, и посмотреть, а что же вырастет-то, желтая или не желтая, я же говорю, это не просто вот чудачество, знаете, как собаку можно вырастить, с длинным хвостом, с короткими, с длинными ушами, с короткими ушами, нет, это не чудачество, нам нужно доказать, что мы волшебники, что мы можем действительно природу не переделывать, а открывать в этой природе, вот, скрытое свойство, понимаете, придет зима, эта веточка так останется неотрезанной, я сказал, что сам займитесь, ага, сейчас, она у нас, ой, она депрессала, я ее просил, ну-ка, сейчас посмотрю, успела, нет, сейчас, 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 проценка, отправьте файлы к вебинарам, нет, не писала, а, Ирина Александровна, за вами ваши эти, все регалии, что было в одном месте написано, фамилия, имя, отчество, самое главное, не могу это длиннющее название запомнить, университет, где вы работаете, ваша должность, и ваша это, учебная должность, идем дальше, кстати, с вами разговор не закончен еще, погодите, погодите, я вас так просто не оставлю, хотя я понимаю, сейчас вам не до того, всяких вещей, вот, итак, обойти длинание на дату, начался сбор 30 ведер, еще раз говорю, я рассчитывал на 40-50, но не получилось, потому что он больно мелкий, каждый ведер влазит в тысячи, получается, от 12-го, Андрей начал собирать, я его щелкнул, внимание, вот они, ну, если говорить честно, тут есть и сливы, вот это сливы, вот это с этого дерева, то есть с патриарха, а вот это вот с жердели, жердели в этом году даже крупнее оказались, чем мазушки абрикоса, видите, так же видно, смотрим дальше, запомнили дату, 12-е, это 13-е, это 15-го взялся по новой, опять нападало, обратите внимание, ведро уже полное, только начало, вот, дальше, 17-го опять нападало, вы видите, где он, смотрите, 17-го опять нападало, и не все, другое, нет, пока все, и сейчас, после этого, когда исполнилось 30 ведер, вы думаете, все, нет, вот, Сергей сказал, ему хватит, я отсюда все два ведра собрал, а почему он тоже, так много собирает, куда такое же дикое количество, ага, вот после этого невероятного рожая, не увиданного, не мыслимого, который даже я не мог предсказать, так, причем диктайшую засуху, это, сигнал тревоги, караул, дерево запасается, не просто, как обычно, семенами, радуя животных, ну, не наши, люди, имеются, животные, они все едят мякоть, вот, оно должно быть, как можно вкуснее, не, количеством семян, значит, впереди, опасные времена, вот, и вот тут, после 30 ведра, Сергей сказал, хватит, пусть теперь еще, это, остальное собирайте еще вы, а у меня и так, саневая манджурца, десятки ведер, но, я же, чуть не сказал, кто, раскудородом, и сказал себе, завтра будем добирать, здесь опять будет, вот так, насыпано, и все-таки, на данный момент, да, 30, ну, скорее всего, будет где-то, ну, уже немного, но, 32, все-таки, рекорд состоится, саневая манджурца,